Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня тематика моего ролика может быть не совсем характерная для тем, которые мы рассматриваем с вами на канале. Но с другой стороны мы же говорим с вами о необычных вещах и почему бы не поговорить о таких вещах, как экологическая катастрофа. Ну рассмотреть мне хотелось сегодня небольшой такой населенный пункт, как город Бали. Находится он в Баликальском крае. Чем привлекло мне внимание вот это место? Тем, что здесь просто разгорается, да уже разгорелась, можно сказать, настоящая экологическая катастрофа. Просто сегодня буквально прям вот так смотрел новости случайно, хотя их особо-то и не смотрю, можно сказать. Случайно включил новости и рассказывали по телеканалу НТВ по поводу экологической катастрофы, что здесь происходит. Ну а происходит здесь следующее, друзья мои, это золото добыча. Вот мы видим с вами, как все разрабатывается. Современные отвалы, переработанные рудой. Причем в огромном количестве. Кругом водоемы присутствуют. Все это заражается. Высокая концентрация радиоактивных веществ отравляет все вокруг. Не только водоемы, но и почву, которые, как видим, страдают. Смотрите, какие водоемы зеленые, жутчайшие. Но скорее всего, может быть, их превратили в пруды-отстойники от современной отвалы, которые будут похожи на столовые горы скоро. То есть, если говорить о экологической катастрофе, то она здесь не развивается, друзья мои. Она уже здесь давно сформирована. Процветает полнейшее отравление всей местности. Такие виды открываются. Разноцветные озера. Карьеры бывшие, посмотрите. Затопленные карьеры. Вот так. Завтра скажем, что это кратер от падения метеорита какого-то. Как мы сейчас наблюдаем с вами какие-то древние образования. И часто начинают спорить, что да как, что происходит здесь и что было в древности. Да карьеры это все. Это и все. Всего лишь на все. Вот такие вот отвалы видим. Давайте более подробно посмотрим. Ну, может быть не особо подробно, конечно же. Но вообще, как хотя бы немножко выглядит данный поселок. Вот такие вот строения, домики. Вот видите. Золото добывают здесь. Я считаю, здесь они должны дворцы стоять. Может там в 3-4 этажа. Частного сектора, я имею ввиду. А здесь вот такие вот виды открываются. Вот здесь сложно, конечно, сказать. Но я думаю, что это просто горное образование, природное происхождение. Вряд ли сформировались уже такие вот горы в результате добычи золота. Ну, давайте, друзья мои, зачитаю вам некоторую информацию. После вот ознакомления с ней, мне как-то, знаете, не по себе стало. Даже вот обидно за страну. Итак, в сентябре 2014 года некая компания Кенлан Гольд приобрела месторождение Тайсеевское по цене 26 миллионов долларов США. Осваивается месторождение совместно с корпорацией Барри Голд Канада. В целях эффективного управления, разработкой, было создано акционерное общество с ограниченной ответственностью Тайсеевское. Офис, который находится непосредственно в Балии. То есть, по сути, месторождение золотоносной жилы такой было продано за 26 миллионов долларов компаний из США и из Канады. Нормально? То есть, если в свое время при СССР, при уже современной власти, современном времени, как бы, происходила тоже золотодобыча, да, все вроде бы, как бы нормально было, как-то хотя бы частично, может быть, что-то старались там, опять же, добывали с соблюдением экологических каких-то норм, то вы думаете, компании из США и Канады будут что-то стараться соблюдать данные нормы? Что-то я очень сильно сомневаюсь. Экологическая катастрофа там будет только развиваться. Но тут все так вот красиво написано. Параллельно с доразведкой месторождения в 2006 году Тайсеевская разработала и запустила комплексную социально-экономическую программу развития Балии и Балиевского района. Ну и чтобы, друзья мои, понять, как все-таки здесь помогают данные компании из США и Канады облагоустроить данный поселок и данную местность, решил перейти вот в другой чуть-чуть, опять же, ресурс и посмотреть, может быть, на самом деле какие-то изменения есть. Здесь, конечно же, открываются красивые природные ландшафты. Вот такие съемки на 2020 год. Особых изменений с 2006 года что-то я не вижу. Карьера вроде бы как работает, что-то здесь делают, пожалуйста. Съемки июль 2021 года. Ну, я бы не сказал, что тут какая-то суперская дорога вдруг появилась. Да нет ничего особенного. Сам поселок на 2016 год, смотрите. Ну что тут особенного такого? То есть прошло 10 лет с 2006 года. Направили здесь все силы на то, чтобы все вроде бы как благоустраивать. Что тут, великие какие-то постройки появились? Жители зажили лучше? Да нет, особо не вижу. Вот такие стоят скромные домики с неказистым забором. Съемки 2014 год. Видите какие-то великие изменения или благоустройства? Черные дома, посмотрите. С ужасающими крышами. Ничего, люди ничего от этого не получили. Только новые отравления и так далее. Загрязнение почвы, местности. Да, кстати говоря, это мы рассматривали рядом стоящий поселок Новотроицк. Ничего тут особенного нет, ведь же район-то они тоже вроде бы собирались как бы благоустраивать. Тосеевская, что это, администрация, октябрь 2019 года съемки. Не верите мне, если что, это свежие съемки. Вернее, уже после 2006 года. Вот, пожалуйста, дата съемки октября 2019 года. Все есть, без всех обману, друзья мои. Вот так выглядит природа на 2008 год. Посмотрите, редкие какие-то сосенки остались, все остальное черное. Дальше ближе к карьерам. Вообще все уже просто серое. А вот на 2010 год такие магазинчики небольшие, невзрядачные. Вот так проживают люди, в таких домиках, можно сказать, на золотой жиле. А вот там уже отвалы вот эти вот. Вот карьер, видите как выглядит. Вот эти уже переработанная вся руда, отсыпки. Вот столовые горы, в принципе, готовые, как я говорю, уже. Вот такие вот карьеры мощные. Люди всем этим дышат. Здесь, наверное, был, может быть, какой-то пожар. Пожарники приехали, а может, проливают что-то. А, да, высаживают деревья вот здесь. Кстати говоря, есть информация, вот буквально опять же сегодня в новостях сказали, что в данном районе заболеваемость онкологии в три раза выше, чем в соседних. Вот так китайцы врубают лес. Канада и США, несмотря на все санкции, продолжают добывать у нас даже золото. Компании, вернее, из этих стран. А люди проживают в таких условиях, в этих поселках, умирают. Вот хочется сказать, стоя возле этого памятника, такому мы светлому будущему и пришли. В общем, простые люди ничего от этого, как обычно, не получили. Пришли компании, нам говорят про какие-то санкции, какие-то ограничения по стране. А здесь просто иностранные компании работают, и все в порядке у них, понимаете. Продолжается загрязнение почвы, продолжается загрязнение воздуха, продолжают страдать люди. Вот такие вот есть детские площадки, незамысловатые. Ну и так нормально, так хорошо, хоть что-то есть. Конечно же, становится обидно, что простые люди, как всегда, страдают. А какие-то толстосумы, пришедшие из-за бугра просто-напросто, вот получают от этого доходы и живут себе хорошо в уютных домах, квартирах, где-то там за рубежом. Ну а на этом, друзья мои, я буду заканчивать свой небольшой обзор по данному населенному пункту. Я думаю, что этот ролик для вас был полезен и хотя бы немножечко интересен. Пишите свои комментарии по всему тому, что вы увидели. Обязательно подписывайтесь. Впереди у нас будет много чего интересного.